Всем привет! Знакомьтесь, Анатолий Сорокин. Мы сегодня на выставке, которая называется «Акварели», но выполнена она из камня. Анатолий и его жена Ирина сами нам расскажут про свои работы. Они могут выкрашиваться, когда начинаешь дарить, то тогда яркие камни выкрашиваются, а круги остаются. Искать более твердый в этом цвете. Ну или как-то пытаться поверхность вывести на гладкую зеркаль. Постепенно была сделана одна-другая работа, она понравилась людям. Некоторые работают даже не фотографировали, потому что они прямо уходили сразу. Я много видела сейчас работанные камни, это как украшения. Я сейчас была в Армении, была знакома с мастерами. Но чтобы картины делали, вы первые. Нет, раньше не было с этих вещей. Шкатурики, гусы делали, шажи, перстатели, письменные приборы, а потом по себе. Что вам заказывали? Карты административные. А в Москве это у вас первая выставка? Вторая выставка. Ну я 30 лет работал на шахте, выводил уголь. Затем перешел, ушел на пенсию, и вот, знаешь, уже в 19-м. Ну вот, как я уже поняла, значит, камушки вы собирали, пока еще работали, да? Да. И у меня уже в институте была коллекция. Затем, после выхода на пенсию, я два года поработал в геологии. В геологии. Да, за Полярным кругом. Ну, затем вот организовал мастерскую у нас во втором году. Да, самая дорогая для вас работа, которую не хочется продать, хочется оставить себе. Да, вы знаете, они все как-то где-то продавал бы, если бы не было, если бы была возможность существовать. Потому что все это дорогой камень, дорогой, доставка тоже дорогая. А вообще где-нибудь учат на обработку камней, на работу, вот на такую работу? Я не могу сказать, я не знаю. Не знаете? На выставке практически каждый человек пытался подойти к художнику и пообщаться с ним. Как бы дотронуться до этого великого мира живописи из камней. Камень называется вот этот способ. Камень. Цветки интеллины. На основном. На ваш любимое, что цветы, животные, картины. Камень. Камень. Ой, вообще природа. Все равно. Вот. Это на каком многоцвете у нас находится под наказом. Понимаете, это вечный и красный. В этом выставочном помещении было всего два зала. Если честно, она не была приспособлена для показа именно таких работ. Не было подсветки или за картины, или на картину. А это же камень. Еще иконы, в общем-то, вернее. Вот это мы на выставку на прошлую возили. Николай, сюда творишь? Сюда творишь, да. Вот это из камня, а глаза взяли и в паспорте отмечали, что... Смотрите книгу. Как будто бы она объемная, да? Ну, можно так. Это все-все из камня, да? Все из камня, да. Все мозаика. Все мозаика. А вот на такую работу сколько времени уйдет? Я прям вот... Ну, сейчас мы уже можем и за полгода сделать такую работу. С опытом, да, уже? Да, да, да. И лазурит. На лабора дарите. Сделано. А вот такая оценка слезы дорогого стоит. А я раз за разом возвращаюсь к этой сове. Смотрите на мою любимую работу. Царевна Лебедь. Рубеля. Сделано из камня. Книга отзывов всего за пару дней была практически заполнена. А вот это булава, да? Уже такая здоровая. Это не булава, а это называется шестовер. Это древнее... Шестовер? Да. Древнее такое оружие раньше было. Очень словное такое. Нехорошее. Да, оно так красиво сделано. Обильное. Да. Вот. Вот типа булавы. То есть принцип тот же. Просто оно было... Так. Обратите внимание на рамы. Ирина рассказала, что пришлось создавать рамы, которые практически держат картину в невесомости, чтобы показать, что это именно камень, а не рисунок, не постер. Остальное вы сможете посмотреть по этому штрих-коду. И всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok